Сегодня в Совете ветеранов Искитимской больницы пять человек во главе с Зоей Васильевной Байбаковой. Она жила и училась в Барнауле, окончила школу с медалью, поэтому в медицинский институт ее взяли без экзаменов. Затем была первая практика, во время которой она освоила профессию рентгенолога и приехала в Искитим. Мы приехали, почему? Потому что здесь главный врач Плеханов был тогда. Это тоже как бы знакомый. Он уговорил их, мужчин наших. Он уговорил сюда приехать. Здесь лес, бор, река, больница большая. Долгое время Зоя Васильевна совмещала должность рентгенолога с работой на скорой помощи. Не скрывает, это и закалило ее характер. 50 лет жизни на рабочем месте пролетели незаметно, говорит женщина. А когда вышла на пенсию, ей предложили возглавить ветеранскую организацию. Долго Зоя Васильевна не могла принять решение. Боялась бумажной волокиты и организационных проволочек. Но, как признается сама, удалось собрать вокруг себя неравнодушных людей, и поэтому дело пошло в гору. Ну и начала работать с того, что организовала помощников себе. Одно и те же трудно работать. Вот помощников организовала, и так хорошо все стало. Потому что они много. Моя инициатива, они уже начинают все делать. А делать начинают почему? Потому что они сами очень активные и очень такие обязательные. Это чем мы работали. Это отличники здравоохранения у нас вот здесь вот в списке. Это вот раньше были такие аппараты. И все это, все сейчас уже, как говорится, только в музеях можно найти. Музей – одно из тех мест, где ветераны часто собираются. Поводов хватает. Праздники, юбилеи и другие события. Но главное, чем гордится совет, – это историческая информация о достижении врачей разных лет. Здесь все собрано буквально по крупицам. Мы, например, всех заставили составить альбомы, всех отделения. Ну, как говорится, не заставили, а предложили. И каждое отделение при помощи сестер, старшей сестры, и все собирали, делали вот альбомы. Это у нас альбомы про историю. Праздники, участие в конкурсах и спартакиадах – этого мало, говорят ветераны. Главное – подарить людям тепло. Сегодня в Искитиме, Искитимском районе живет около 500 ветеранов медицинской сферы. Когда приезжаешь, люди в основном уже пожилые и, можно сказать, одинокие. У них, чтобы ты побеседовал, для них это самое главное – поговорить. Ну, естественно, мы как медики, мы должны быть всегда вежливые, ответственные. Сейчас ветераны больничной первички заняты подготовкой к празднованию 20-летия всего Искитимского совета. Но не забывают посещать своих коллег. В ближайшие дни будут поздравлять юбиляров.